И всем привет, меня зовут Ритц и мы продолжаем играть в Zero Escape, Virtuous, Last Reward и остановились мы на том, как мы добили эту злосчастную комнату управления, выбили все необходимые материалы, все вот эти загадочки, головоломочки мы решили с вами и продолжаем, продолжаем окунаться, просто окунаться по полной головой в сюжетец, наш дорогой сюжет. Куда же нас забросит судьба дальше, так, мы упрыгнулись из пурпурной двери и прямо на склад, там стояли Тенмёджи, Дио и Клевер, эй, какого черта происходит, а да, кто-то открыл двери, амбидексные комнаты, амбидексные комнаты, да, почему открыли эти комнаты перед тем, как мы все не вернулись, Клевер и я еще ничего не сделали, Дио не хотел ждать, видимо. Хм, что на этот раз делать, что случилось, дружище? Какая-то проблема? Да, еще какая проблема? Почему это? Не помню, чтобы мы договаривались с том, что будем ждать всех, перед тем, как открыть двери эмбидексные, пиздеваешься? Мы не говорили ничего об этом, потому что мы думали, что это было логично. Сигма прав, я просто не понимаю, в чем прикол? Зачем, типа, кого-то торопить? Он специально хотел кого-то поторопить? В чем, в принципе, был смысл открывать комнаты? В чем смысл был? Я не понимаю. Мы смогли быстро вернуться, но... Остальные все еще где-то могли застрять. Что, если бы они не успели вовремя? Но, после того, как она только начала открывать свой рот... О, слава богу! Мы все здесь! Что-то случилось? Да. Это Кварк, он... Видите ли? Что? Что случилось Кварка? Он потерял сознание. Это произошло так внезапно, а мы просто обыскали нашу комнату. О, нет! Что? Пожалуйста, все поторопитесь в лазарет. Его состояние может укушить в любой момент. Вам нужно и пойти... О, нет! Ой, ой, я случайно пропустил текст, короче. Случайно, по приколу. Не хотел. Ты, наверное, уже растолкал всех, да. По-моему, это... Да, это мы все видели. А, получается, то же самое будет. Дальше будет абсолютно то же самое, что мы уже видели. Так, окей. Симу еще не нашел. Симу другие комнаты. А, мы ищем эти... Эти самые... Ампулы с лекарством. Точнее, находили ли мы их вообще, в принципе, или нет. Ты имеешь в виду в комнате управления? Все, что я там нашел, это всего лишь всякие штуки, которые контролируют генератором. Я не думаю, что кто-нибудь замерил там медицину. Точнее, положил туда медицину. Что значит, у тебя, окей? Была ли медицина в вашей комнате? И мне ужасно жаль. Нет, ничего подобного в архивах не было. Так, я и похоже. Что, будь просто уверенным, куда вы втроем пошли? Какое-то место под названием Big Garden. Beautiful Garden. Он был похож, типа, на парк с деревьями и прочими вещами такими. Но, да. Нет никакой медицины. Может быть, какие-нибудь медицинские растения? Ну, ты меджи свалился на землю. Окей, так, он достал нож. Достал нож, речь. Речь, достал нож, речь. Почему не был скальпель, а не нож? По-моему. Неважно. Короче... Я так понимаю, что мы, скорее всего, еще тоже не сможем спасти пока что... Никого. Так, здесь никого нет. Черт, куда она ушла? Нет смысла жаловаться. Мне нужно искать ее в другом месте. Ну, это, по-моему, тоже. Я развернулся и отправился к выходу. Ох, почему-то эти путешествия мы смотрим просто до конца. Ну, что такое? Или она на другом месте будет? Она не будет в саду, получается, да? Скорее, если она не будет в саду, будет в другом месте. В этот раз. И, возможно, не потерять сознание. Будет... Ну... В сознании просто будет. Ну, вот эти перемещения, это просто жесть. Ну, почему они такие долгие? Ну, почему они такие долгие? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Архив. Так, она вот раз в архивах. Я правильно понимаю. То есть, это уже новый контент. Архивы. Что интересно здесь происходит? Ого! Какая-то игрушечка. Так это архивы, да? Кейк, Варки, Алиса обыскали эту комнату. Черт. Здесь тоже ничего нет. Нам нужно быстрее найти, или она что-нибудь делает плохое. Если она... Сойдет с ума, как кварк, и... Никто не сможет ее остановить, не успеет. Дерьмо, нужно поторопиться. Я решил пробовать в саду, где Клевертон, Мюджи и Дио были после того, как зашли в свою дверь. Понятно. Короче, ладно. Она в итоге оказывается в саду, в любом случае. Независимо от наших выборов, решений. Или она, подождите. Она может быть в другом состоянии, но может быть еще в сознании. Я, конечно, сомневаюсь. Но почему нет? Как бы мы вернулись в прошлое. Поэтому что-то могло измениться в этот раз. И походу изменилось что-то. Первое, что я заметил, так это... Нашел обратить внимание, так это запах. Повсюду была растительная живность. И воздух был наполнен свежим запахом цветущих растений. И мертвых листьев под ногами. Снаружи пока... В то время как снаружи воздух был сухим и жестким. Здесь он был теплым и влажным. Прямо как в лесу после весеннего дождя. Прямо как говорила Кловер. Клевер. Растения и прочее находятся тут. Так. Я шел медленно по тропинке и немножко был ошарашен. Большинство зданий были холодными, металлическими. Но эта комната была позитивно... ...светущей. Не важно. Тяжело поверить, что здесь было что-то подобное. Сколько на какой черте вообще здесь находится? Несмотря на то, каким бы странным бы это место не было, Алиса должна быть моим приоритетом. Я откинул свои мысли... ...откинул свои мысли и продолжил идти по тропинке в растительность. Едва ли я сделал несколько шагов перед тем, как я остановился. Так. И что тут? Где то же самое? Так это я видел уже. Алиса! А, вот ты где. Отлично. Я рад, что появился. А? Я сюда только что пришла. Она была в таком состоянии, когда я нашла ее. Когда ты появился, я собиралась отправиться с ней в лазарет. Тогда она жива? Да. Ее дыхание и пульс кажутся нормальными. Не похоже, что у нее есть какие-то внешние повреждения. Так она просто потеряла сознание. Что насчет скальпеля? Не похоже, что он еще все еще у нее. Я думаю, что она, наверное, где-то уронила его по дороге. В любом случае, надо торопиться в лазарет. Помоги ко мне немножко. Окей. Подожди. Подожди-ка. Мне нужно кое-что тебе сказать. Просто будь спокоен. Что? Смотри на право. Мое право или твое право? Твое право. Какого черта? Эта бомба? Именно. Я не могу сказать. Я почти уверен, что никто не перемещал ее отсюда. Не перемещал ее сюда из-за каюты команды. А, на самом деле, я думаю, что это совершенно другая бомба. А, окей. Окей, я понял, да. То есть, в этой реальности мы уже обнаружили бомбу, правильно? В каюте команды, вот этой комнатке маленькой. Правильно, я не ошибаюсь? Под ледушкой, говорю. Лежанкой вот этой. Под кроватью. Посмотрим на номер на стороне. Написано 01. Бомба в каюте команды была подписана 03. Дерьмо. Тогда нет сомнений, верно? Ой, куда я лежал? А, у меня еще хорошие новости. Лишь подумай о числах на данный момент. Ты имеешь в виду, что... Да еще и должна быть бомба 02. Я не уверен, но... Похоже на то. Черт. Тогда это значит, что мы имеем дело с взрывом размером в 3 тонны обычного динамита. Да. Кто установил его? И он. Клеверт, Эн Мюджи и Дио исследовали сад. Есть также шанс, что... Возможно, что кто-то другой установил ее. Любой миг это сделать после того, как он ушел, или же перед тем, как мы появились. В любом случае, нам надо передвинуть Алису. Помоги мне. Алиса была легче, чем я ожидал, и я с Фай справились... Отправились в сторону лазарета. Так, еще дальше. То же самое все. Точнее, наоборот, новое что-то. Хорошо, все, пожалуйста, слушайте внимательно. Вам нужно услышать. Адам закончил сканировать Алису. И что там сказано? Ее результаты идентичны к Варку. Алиса, она также заражена была с... Радикал М6. Вау, 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 вау. Все в шоке. Фай собрала всех остальных после того, как я принес Алису в лазарет. Стой, подожди. Стой, подожди. Так прикол в чем? Я только сейчас об этом... Об этом... Додумался, что... До этого додумался, что... Что, что, что? Амбидексная игра уже началась. А у нас такая ситуация происходит, что два человека без сознания. То есть, амбидексная игра идет. Как бы время идет. А у нас участника, по сути, и нет. Как бы. Типа, да, если у них есть какая-то пара. То это не так страшно. Потому что пара все-таки может что-то решить. Но что будет, если... Голос... Я уже... Подожди, а что будет, если... Голоса не будет защитено никому. У меня зовут... Мы как-нибудь поставили правила. Подождите. Есть у меня правила... Амбидексной игры. Это пароли, понятно. Есть у меня правила амбидексной игры. Где я могу их посмотреть? Это секрет. Это то, что мы открываем с помощью золотых этих... А, вот амбидексная комната. А... Так, амбидексная игра... А где написано... Почему не написано правила? А почему не написано правила? Стоп, а где правила амбидексной игры? Помощь. Ну это просто управление. Наверное, где-то в файлах может быть. Подожди, нет. Ничего у нас нет. Блин, почему я... Почему я не могу посмотреть просто правила игры? Правила амбидексной игры. Блин, я не знаю, почему так. Я просто не помню, что будет, если человек не проголосует. Правильно. Что будет, если человек не проголосует? Файя собрала всех постовок, я принес Алису. Семь пар глаз расширились после того, как Лун заговорила. Что случится с ней? Ну, как я говорила, если конец способ изучить Радикал-6. Это специально антивирусное лекарство. Но... Не факт, что здесь такое где-то есть. Нет, нет. Алиса. Я не хочу, чтобы ты умирала. Пожалуйста. Пожалуйста, играй. Я не хочу быть одна. Не убирай. Клевер обняла бессознанное... Бессознанное... Тело Алисы бессознания и начала рыдать. Никто... Никого у нас не хватало... Сердца на то, чтобы... Оттащить ее. Так что мы просмотрели... На нее. С дискомфортом. Амбидекс гейн... Да. Десять минут осталось за закрытие... Точнее, за окончание голосования. А вот. А, а все. Хорошо, спасибо. Во, то есть эти могут использоваться. Если голоса не будет перед тем, как время закончится... Поговори, пожалуйста, быстрее, анонсер. Вот. Если мы не успеем проголосовать, если кто-то не успеет проголосовать, то голос будет защищен сразу автоматически, как Алу. То есть... Да, но это логично, что он будет как Алу. Потому что это будет... Можно будет легко воспользоваться человеком. Возможности вот это, точнее, вот этой, да. И положением человека, если он не сможет проголосовать, и можно его просто придать. Он получит минус 3 очка. Точнее, сколько нам получает? Минус 2 очка. А мы получаем плюс 3. То есть, да, это можно воспользоваться этим приколом. Так. А, ребят, мне нужно... Я думаю, что мы должны вернуть его на склад. Да, и 4-й улыбается. Да, что вы говорите? Что насчет Алисы и Кварка? Наверное, нам ничего не остается, кроме как ставить их позади. Не может быть! Я не ухожу, не уйду отсюда, Клевер. Я останусь здесь. Черт, оставай, я оставлю Алису одну. Она будет в порядке. Я дал ей немного... Я не знаю, короче, снотворной какой-то. Она будет с папером как Кварк. Мне не важно это. Я просто хочу остаться с ней. Чтобы она не оставалась одна. А, боже мой, пускай делает, что хочет. Понятно. Оппонент Дио и Те Мюо-жи. В следующей АБ-гейме, в следующей обидексе на игре, это Клевер. Если она не проголосует, она автоматически будет считаться за Алу. Посмотрите, это урожа просто. Посмотрите, это урожа просто. Дио, это урожа просто. И, что значит, мне не нужно говорить, что у Дио будет огромное преимущество. Если она останется, у него будет легкий раунд. Ээээ, чё ты говоришь такое? Ты думаешь, что я бы выберу Абитрей? Да, я думаю. Я не права? Да. Конечно, я выберу Алу. И вообще-то Дио Мюо-жи тоже со мной идёт. Я не могу просто играть его мнение и сделать свой собственный выбор. Верно? Нет, я не пойду. Вот так вот. Да. Он не может ставить Кварка, когда он в таком состоянии. Я останусь прям как Левер. Ээээ, чё началось-то? Прекрати, Дио. Он слишком мёрт, чтобы ты сделал из него козла опущение. Какого чёрта? Почему вы меня так подоживаете? Эээээ... Разве, как бы... Это не вариант? Я сейчас только об этом подумал. Если Клевер Тодмёрджи и Дио не пойдут, голосовать тогда все будут союзниками, верно? А? Ты не... Так, ещё немного правил по номиноксной игры. Нет, не голосовать это не выбор. Если пара из соло одного цвета не будут голосовать. Нельзя не голосовать, если пара из соло будет одного... Если пара из соло одного цвета не будут голосовать. Подожди, чё... Так, давайте, подожди, мыльно чё-то, мыльно очень. Ну, по крайней мере, в саду точно ничего такого не было. Мы не находили ничего в комнате управления такого? Ммм, интересно. Судя по всему, только в архиве, а значит, она была. Чё там написано? Почему мы тебе не прочитать для неё... её для нас? Сигми. Сиги. Я взял записку у него и... немного... в небольшом смутении начал читать. Вот очень много правил амбидексной игры. Так. Не голосовать нельзя. Если оба... обе группы откажутся голосовать, тогда все получат наказание. Ммм, то есть кто-то обязан... А, я понял, да, короче, если... Главное, чтобы в одной паре был кто-то. Как минимум один человек. То есть в каждой кабинке должен кто-то быть. Точнее, в каждой второй кабинке кто-то должен быть. Да. Нельзя, чтобы кабинка пустые были. Логично. В принципе, логично. В другим слаймом один человек каждой... цветной группы из трёх должен голосовать. Видите? По крайней мере, один член из каждого трио должен голосовать иначе. Да, и каждого цвета. Короче, у нас есть типа голубой... Голубой, жёлтый и фиолетовый. Так вот, допустим. В каждом цвету есть три человека. И как минимум один должен из них голосовать. Конечно, сложно почитать, кто должен голосовать. Сколько человек должно голосовать, сколько не... Точнее, нет. Не в этом суть. Не в этом суть. Короче, короче, не вариант, чтобы этот диво не пошёл. Тогда, значит, Кей должен проголосовать. Кварк и Алис точно не в состоянии этого сделать. Если он не проголосует, тогда они все будут троём в беде. По три секунды. У Кей сейчас шесть очков. Да. Его соперника автоматически проголосуют за Алум. Это значит, что если Кей выберет битрей, то у него будет девять очков. Не успокойся. У меня есть причины проголосовать за Алум. Перестань, ты думаешь, просто поверим в это дерьмо твое? Боже мой. Ио, пожалуйста, подумайте на минуту. Вы ведь оснаёте, что у Алисы на данный момент одно очко осталось? Если я придам её, тогда что произойдёт? Да, накажут, короче. Накажут жёстко тебя. Я не настолько отчаянный, чтобы попытаться... Не настолько хочу отчаянно сбежать отсюда, чтобы я пошёл на её убийство. И поэтому я определённо выберу Алум. На самом деле у меня даже нет выбора. Если, конечно, не хочу стать убийцей. Пять минут досталось до закрытия амбидексной игры. У нас нет спорят насчёт этого. Если Кады один вариант. Клевер, ты пойдёшь за нас и проголосуешь. А? Что это значит? Ээээ... Что, я слишком тяжело объясняю? Это значит вот это вот. Я никогда не видел, что кто-то так быстро двигался. Тем более такой старый, как Тен Мёджи. В одно мгновение он пролетел несколько метров между ним и Дио. И вдарил кулаком по груди как раз-таки Дио опять же. Жесть. Дио упал на колени, потая в воздух. Ты Мёджи подождал полсекунды, чтобы убедиться, что он упал на землю. Затем повернулся на Клевер. Клевер. Он не будет лежать на полу в вечность. Убирайся отсюда, Клевер. Но ты и Кея в одинаковом положении прямо сейчас. У меня всего лишь одно очко прямо к Куалиции. Интересно. До тех пор, пока Тен Мёджи не голосует, единственный выбор Клевер это выбрать Аллу. Ну вот получается, как Тен Мёджи хотел заручиться доверием со стороны Клевера и Кей. Ну, хотя бы Клевера. Я знаю, что есть шанс, что она может убить меня. Да? Ты говоришь, что ты мне что, доверяешь мне свою жизнь? А, ну, грубо говоря. Ну, чё ж ты стоишь тут здесь, а? Иди уже. Надо беспокоиться об Алисе. Я прослужу за ней, обещаю. Теперь иди. Ты еще не веришь в мне? Нет, ты не в этом дело. Я доверяю тебе, просто... Быстрее! Бегите! Три минуты осталось. Нам нужно идти. Ну же. Окей. Поберегите Алису. Она будет в порядке. Вот так вот, дедуля, смотрите, просто. Оп! Похоже, что она была удовлетворена и она после этого убежала. Мы убежали так быстро, как могли, пробегали двери и комнаты на пути на склад. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вот это, конечно, да. Вот это говнюк оказался Дио. Хотя, на самом деле, почему говнюк? На самом деле, почему говнюк? Мы же не знаем, что он реально сделает. Тен Меджи просто решил убедиться, что он никуда не пойдет. И поэтому он его не пустил этим ударом. На самом деле, он вполне мог себе говорить правду. Но хотя, после того, как он открыл Эмми Дексона комнату, я уже не совсем уверен, что он реально, реально это самое, не проголосовал за Бит Рэй в подобной ситуации. Все готовы? Да. А если мы проголосуем за Бит Рэй прямо сейчас, а? Если мы проголосуем за Бит Рэй? Вот прикол будет. Протикол мы выступаем, кстати. Так, у вас всех есть лунные карты, верно? Да, у нас есть. Отлично. Тогда идем. Что если мы сейчас выберем Бит Рэй? Будет прикол, по-моему. Четыре амбидекста... Четыре... Амбид... Четыре пары амбидекста фарад открылись, когда мы провели нашими картами. Пятая дверь, которая открывала Дио, оставалась пустой. Шестая, которая должна быть обуть Алис. Комната Алисы оставалась неоткрытой. Кей Клевер быстренько забежали в вторую-третью дверь справа, и Луна вместе со мной отправились в нашу. Подожди, минуту. Что такое? Вы же выберете Аллу, верно? Да, почему ты спрашиваешь? Конечно, мы выберем. Вы обещаете? Обещаем. Я обещаю. Я реально обещаю. Клянешься сердцем? Клянусь сердцем. Тебе будет очень, очень, не очень, если ты решишь предать меня. Не беспокойся. Я человек с ловым. И потом просто битрейм. Файна хмурилась, но ничего не сказала. И исчезла в тени комнаты амбидексной. Второй слева. Луна и Акинули друг другу и за направились в последнюю, самую левую комнату. Слева. Самую крайнюю слева. Пом-пам-пам-пам-пам-пам. Пом-пам-пам-пам. Амбидекс твоя комната. Игра начинается. Мы все еще можем выбрать битрау, правильно? Мы все еще можем быть битрау. Так или иначе. Нам должны дать выбор битрау, правильно? Так, одна минута осталась. что-то будешь делать ну у меня нет выбора не так ли я обещал я сказал что выбрал у да но у фай 6 очков если она придаст нас да у него 9 очков я знаю я на секунду потому что она будет говорить по у фай 6 очков если мы верим битрейт у нас как бы она ничего не так не особо много потеряет знаешь я уже секунду потому что он так скажет верно что ты думаешь нам стоит сделать это твое решение симы я буду в патинаком положении с тобой все равно что тебя и 6 очков верно так это значит что мы предадим фай выберем и она верит алу тогда у меня будет 9 очков да видишь в любом случае я окажусь кем-то в команде у которого который достигнет своей цели 20 секунд осталось мужа нас осталось мало времени тебе нужно сделать выбор ты уверена что все нормально да ладно я повернусь лицом к машине 10 секунд давай что мне выбрать день 9 8 7 алу орбит рей 654 это невозможно как него здорово обещал ты обещал себе это невозможно 321 себе ты обещал мы обещал я выберу я держу свое слово в этот раз в этот раз я сдержу свое слово мне будет очень интересно посмотреть на следующий вариант когда я выберу битрей когда я выберу битрей будет прикольно кто в этот раз может выбрать битрей блин если файверит битрей я реально зачем разочаруюсь просто в людях я разочаруюсь не понимаете я просто разочаруюсь в людях навсегда в этой игре никому не буду доверять больше никому больше не буду доверять хотя у меня нет выбора если должен доверять кому-то так или иначе рано или поздно я должен кому-то довериться я посмотрю на результаты но я вышли из нашей комнаты немного позже чем остальные те же собрались около проекции проектора ожидая анонса результатов ты выбрал алю верно алю ты думал что все нормально да что еще должен делать был я обещал все будет нормально верно что файвер лалу тоже правда что с тобой ты не доверяешь фай нет не то чтобы просто то просто посмотрите зачем же этом говорить мы узнаем когда послал посмотрим результаты через пару секунд ты прав идем при фай фай ты же блин крутая ты крутых а правильно ты крутая дома результаты показаны на экране пожалуйста посмотрите на экран результатов папа 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 нас всего лишь четверо здесь а алу 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 битрей я тебя съем эти с говном съем фай я тебя убью фай да ну вы консины черту фай и все я больше никому не доверяю в этой игре я больше никому не доверяю без а я не верю вот девять соло эй какого черта почему ты выбрала петрей я думаю обещали другу мы я не помню такого что ты обещал ты сказал что вы решала но я не помню чтобы что-то обещала как это получается блин я думал что ты положительный персонаж так ты в итоге говнюком оказалась трена говнюком оказалась я думал бы друзья с тобой и почему-то в топовом с тобой обнимались как это как это еще можно воспринимать я не понимаю как ты можешь воспринимать допустим концовку такой точнее ту концов или и я не было концовке то или что-то происходило или там совершенно другая выла история мы этого знать не можем поэтому то есть отталкиваться от того воспоминания якобы как в кавычках воспоминание из другой реальности мы не можем потому что это была другая реальность и там были свои события и там были свои битрей и алу то есть там возможно не были друзьями они возможен там нравились друг другу были типа не разлей его rauch такое но в этой вселенной и в этой реальности, просто фай говнючка и все. Че я с этим сделаю? Я была вольна выбирать то, что я захочу. Подожди. Ты должен был это предсказать. Я сказал, что ты поплатишься и вот теперь вот так вот. За что? А? Че? Я... Ааа! У нас реальности переплетаются! Стоп, что? Стоп, что? Или... Стоп, что? Как это получ... Стоп, что? Как это получилось? Как у нее... О чем она говорит? Сигма вообще в шоке. Он просто не понимает, о чем она еще говорит. Ты пожинаешь, что... Точнее, ты пожинаешь то, что посеял. Что посеешь, что ее парнишь. Это твоя ошибка. Ты выбрал битрей первым. Первым? Ты имеешь в виду раунд 1? Нет. Я имею в виду раунд 2. Ты что? Первый раунд... Че? Первый раунд 2? Что? Первый раунд... Что? А ты... Че, с ума сошла? Посмотри на результаты. Это раунд 2. Мой голос был за Аллу. Твой голос был за Битрей. Ты же что? Че? Это раунд 2. Это и есть раунд 2. Мой голос был Аллу. Твой голос был Битрей. Я не предавал тебя. Я никогда не предавал тебе. Предавал. Помнишь? Не лгивни Сигмы. Что? Прекрати придуриваться. Не может быть, что ты до сих пор не знаешь. Знаю, знаю о чем. О том, что происходит с тобой. Странная вещь, которую ты видишь. Ты имеешь в виду... Видение? Я хотел так назвать, но... Когда это слово формировалось в моем рту, я почувствовал какой-то... Покалывание. В задней части шеи. Кто-то смотрел на меня. Я обернулся, чтобы увидеть Луну Клевер Кей. А... О чем вы говорите? Пустяки. Забудьте. Не думаю, что это так просто. Ты был один из на человека, который выбрал Битрей в этом раунде. Че с Фаи происходит? Есть какая-то связь с тем, что вы Сигму... Есть ли связь этого с тем, что вы сейчас с Сигмой обсуждали? Да, связь есть. Но вы не поверите мне. Ты не знаешь, что вы. Мы, может быть... Поверим. Фаи вернулась и нахмурилась. Несколько длинных моментов ее глаза смотрели в... Смотрели в... Куда-то вдалеку. Вдаль. И я видела, что она о чем-то думала. Наконец-то она вздохнула и заговорила. А, ладно, теперь у меня 9 очков. Так что, извините, я пошла отсюда. А? Что ты имеешь в виду? Я что, должна объяснять? Я ухожу через дверь номер 9. Ари Ведерчи. Эй! Подожди! До свидания, говорит Сигмой. Говорит Фай. Ари Ведерчи. Я встал перед ней и раскинул свои руки. В стороны. Ты мне мешаешь. Двинься. Нет. Я не позволю тебе уйти. Что случилось с тобой? Я не думаю, что ты такой человек, что оставил бы всех нас остальных, что так... А бросил бы нас всех из всех здесь и просто ушла бы. Когда кто-то придает твое доверие, такое чувство, что часть из тебя умирает. Для меня это, наверное, было... У меня, наверное, была часть, которая была не все равно. Не думаешь, что даже имеешь малейшее понятие, каковое какое-то чувство. Продает... Придает твое... О чем ты вообще говоришь? Плевай, просто уйди с моей дороги. Нет, я не уйду. Понятно. Тогда ты не оставляешь мне выбор. Ой, еще будет резня просто. У нее скальпель. Когда она говорила, она немного наклонилась. Че? Затем вскочила в воздух и пролетела над моей головой. Я беру, чтобы увидеть ее стоящей рядом с дверью номер 9. И рука у нее держала рычаг. Че? Ты... Хорошая попытка. Она хмынулась и... Усила... Усила свою хватку на рычаге. Я не знаю такого языка. Какого черта ты? Это в латинском. Аплодисменты. Игра окончена. Вот что это значит. Латинский. Увидимся позже. Как... Как... Позже мы здесь застряли. Подожди. Остановись. Па-па-па-па. Молния зарычала в моем мозгу. Зазвенела молния. Когда я очнулся, я плыл в поле пустоты. Продолжение следует. Вау. Че происходит? Фэй, че ты такое вспомнила или увидела? Я в шоке просто. Ну ладно. Фух. Ну ладно. Значит, на этом мы, ребят, с вами закончим на сегодня. Спасибо большое за просмотр. Вау. Начинается какое-то переплетение реальности. Просто, я так понимаю, или что еще происходит, непонятно. Но, ой, все очень интересно, конечно. Опять загадки, загадки, куча новых загадок. Спасибо большое всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Оставляйте ваши комментарии. Ставьте лайки, если понравилось это видео. Вступает даже в группу ВКонтакте. Наши серии в Дискорде. И до скорой встречи. Пока.